В нашем муниципалитете всегда была в центре внимания забота о детях. Делается всё возможное, чтобы не было дефицита мест в детских садах. Решение этой проблемы администрация Славинского района видит в строительстве новых и в расширении уже имеющихся детских садов. Не забываются и сельские поселения. Детский сад для селян – это совсем не роскошь, а насущная необходимость. Ещё в 2018 году в детском саду номер 40 посёлка Забойского было практически вдвое меньше детишек, чем сейчас. Одной из причин того, почему родители не вели детей в садик, были холодные помещения. Благодаря участию в краевой программе были заменены окна, капитально отремонтирована кровля. Многие помещения детского сада изменились до неузнаваемости. Жители поселения активнее стали приводить сюда своих детей. Как сделать, чтобы места хватило всем? Местные жители увидели, как кипит работа в детском саду, и каждый был заинтересован в том, чтобы его ребёнок попал к нам в садик и получал то же воспитание, то же, не побоюсь этого слова, образование даже в детском саду, потому что мы вкладываем всю любовь и всю душу в наших детей. И мы стали нуждаться в группе для детей от полутора до трёх лет. Благодаря содействию всех заинтересованных районных служб были капитально отремонтированы и оснащены современной мебелью пустующие помещения детского сада. Появилась замечательная группа для малышей, которая отвечает самым современным требованиям. Здесь красиво и уютно. Группа на самом деле оснащена новейшим оборудованием, затем игрушки тоже новые. Пообратили внимание, стенды какие? Стенды таких в районе даже нет, потому что это из экологически чистого материала, эстетически красивые, всё в одном стиле, группа оформлена. Наши детишки действительно не хотят уходить из детского сада, потому что их встречают с улыбками воспитателей, с музыкой. Я хочу выразить огромную благодарность депутату Госдумы Ивану Ивановичу Демченко, главе Славянского района Роману Ивановичу Снеговскому за поддержку сельских детских садов. Для детей созданы все условия. Есть кроватки, другая удобная мебель, игрушки для занятия и развития. Сотрудники детского сада – это высококвалифицированные, опытные, неравнодушные люди. И они, вкладывая всю душу в работу, очень рады, что детский сад развивается. Конечно, мамы местной детворы довольны изменениями к лучшему. Все трое детей ходили в этот сад. Самый младший пошел в ясельную группу, которую только что отремонтировали. Очень богатый выбор игрушек, очень хороший ремонт, очень классные воспитатели, хорошее внимание детям. Детям очень всё нравится. Бабушки, которые приводили в сороковой детский сад своих детей, сейчас приводят сюда внуков и внучек. У меня четверо детей, пятеро внучек. Все ходили в этот детский сад. Я благодарна за группу ясельки новая открылась. В детском саду не собираются останавливаться на достигнутом. У заведующей Елены Балаценко немало идей по дальнейшему обновлению дошкольного образовательного учреждения и улучшению его работы. И эти идеи будут притворяться в жизнь. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова